приветствую всех вы смотрите передачу реновация и новостройки москвы и здесь вот около храма христа спасителя напротив него на улице волхонки идет реставрация бывшего главного дома вот видите где кран работает вот стоит вернее высокий кран и бывшего главного дома садьбы голицыных волхонка владение 14 строение 5 вот вот видите это вид от храма спасителя от смотровой площадки и собственно сейчас уже я выхожу на непосредственно улице волхонка вот здесь прям идет метро один из выходов метро кропоткинская непосредственно выходит к этому храму и вот как раз здесь вот и прям из выходит из метро вот и прям сразу вот ведь эту стройку это автозаправочная станция когда-то тоже часть усадьбы голицыных вот деревянные строения здесь находились но а потом мы снесли время потом уже советское время построили заправочную станцию для бывших партийных чиновников и прежде всего ну вот она как раз здесь вот находится ну а сам дом вот реставрируется дом и был бывший главный дом этой усадьбы голицыных достаточно большой занимавший много строений был построен 18 веке в частной здесь вот у михайла голицына была их не на вторая в 1774 году вот и это как бы была частью вот этого дом главного стал частью причисинского дворца идти на второй который занимал несколько зданий вот но из изначально был двухэтажным но затем был надстроен до четырех этажей сейчас включая все четыре этажа также здесь бывало и александр пушкин ну а в советское время и до 2015 год здесь находился институт философии российской академии наук потом его отсюда выселили на таганку на гончарную улицу ну и вообще помещение отдали музею из врачей искусств имени пушкина знаменитому эти помещения занимает так сказать и соседние тоже здания этот музей и сейчас уйдет реставрация уже по современной использовании там полностью все будет новое и приспособить его под галерею стран европы и америки 20 21 веков на двух последних этажах будет такой стеклянный экран ну в общем полностью все будет переделан то есть по сути конечно здание но как бы несколько сохранится более-менее всех объемах которые есть сейчас но а внутри конечно но и во многом снаружи все будет уже конечно новое да приспособлено уже для современного использования и собраться продолжается наверное следующем году скорее всего она закончится